МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной всплеск телефонных мошенничеств зарегистрирован за минувшие сутки. В отделы полиции Твери и районов Верхневожья обратились 16 человек, пострадавших от действий мошенников. В большинстве случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Якобы для недопущения санкционированного оформления кредита злоумышленники убеждали граждан самостоятельно оформить онлайн-заявку и перевести заемные средства на так называемый безопасный счет. Потерпевшие действия по инструкции аферистов сообщали персональные данные для входа в мобильное приложение банка, а также под диктовку мошенников устанавливали на свой телефон приложение для удаленного доступа, тем самым давая возможность злоумышленникам самостоятельно распоряжаться чужими денежными средствами. Общий ущерб от этих преступлений только за одни сутки превысил 6,5 миллионов рублей. Сотрудники Тверской полиции в очередной раз убедительно просят жителей Верхневожья проявлять внимательность и не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать граждан в своих противоправных целях. Сотрудники правопорядка призывают жителей региона быть бдительными и в случае совершения преступлений немедленно обращаться в полицию. Авария с пострадавшими на 161-м километре трассы М9 в Зубцовском районе области. Водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением. Машина зацепила обочину и ее выкинула навстречку. ВАЗ столкнулся с Матизом. Пострадала пассажирка Матиза. А это последствия столкновения Hyundai с автобусом 43-го маршрута. Вечер на студенческом переулке в Твери. Иномарка не предоставила преимущества общественному транспорту. Водитель и пассажирка Hyundai доставлены в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали. 16 декабря массовая эвакуация сотрудников регионального управления Федеральной службы судебных приставов на улице Веселово. Сработала система пожарной сигнализации. Возгорание в коридоре удалось ликвидировать сотрудниками управления. Для ликвидации же пожара в актовом зале потребовалась помощь пожарных подразделений. Все, что вы видите, тренировочные учения с привлечением караула пожарно-спасательной части номер 3 города Твери. Сотрудники управления показали достаточные навыки реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации. Эвакуация завершена благополучно. Все эвакуировались. Никаких замечаний нет. Крупные пожары последних дней в ряде регионов России. Страшный Тверской пожар в НИИ-2, где трагически погибли люди. Все это обязывает каждого из нас четко помнить порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации. Куда бежать, что брать, чем тушить, как обезопасить себя, своих коллег, как произвести эвакуацию. Также они должны знать, что нам передать, какую информацию, какие действия, чтобы мы уже сделали свою работу правильно. Такие учения, где отрабатываются навыки безопасного поведения, в службе судебных приставов проводятся не в первый раз. Особенно актуальны они в преддверии новогодних праздников. Зима, тепловые приборы начинают обогреваться, начинают ставить плюс, опять же, всякие праздники, подарки, фейерверки. Может что-то залететь через забор, потому что люди ходят, гуляют. И, конечно, может быть какое-то возгорание. Конечно, это надо делать не только в зимний период, но и летом в любое время. А у вас как часто такие учения вообще проводятся? Такие учения у нас проводятся два раза в год в рамках управления и с периодичностью в структурных подразделениях по всей области. Знать об элементарных правилах безопасности важно не только на работе, но и дома. В преддверии Нового года в программе «Тема дня» сотрудники МЧС еще раз напомнили жителям региона, как обезопасить свою жизнь и жизнь близких. Прислушайтесь к советам специалистов, и тогда встречи с огнеборцами будут проходить только на таких вот учениях, а не в условиях реальной огненной стихии, не ведающей пощады. Субтитры создавал DimaTorzok